Об истории, а именно об истории Второй мировой, вспоминают в эти дни и в Германии. Немецкий поисковый отряд обнаружили останки нескольких десятков советских воинов. Личности 30 из них удалось установить. На торжественную церемонию перезахоронения приехали родственники павших воинов. Репортаж Ивана Благова. Они до сих пор не могут поверить, что нашли его. Внук и правнук красноармейца Григория Мелехова с детства знали. Погиб он в бою в Германии, но могилы, которой можно поклониться, нет и не будет. Мечту воплотили его, нашей бабушке, его жену, которая всю жизнь его любила. И так, хотя и осталась фактически еще молодой женщиной, довольно 45 лет было, но она никого не праздновала, кроме своего Григория. Григорий Григорьевич с трудом подбирает слова. В их семье долгие десятилетия. Всех мальчиков называли в честь самого храброго, спасавшего страну от фашизма. Уничтожил немецкого снайпера, овладев окопом, открыл огонь по флангу противника. Эти строки из наградного листа вся семья выучила наизусть. И насколько нужно быть отважным, смелым, чтобы первым ворваться, уничтожить. Их нашли немецкие поисковики. Всего 56 солдат-красноармейцев. Все они погибли в тяжелейших боях на подступах к Берлину. 30 удалось опознать. Большая часть воевала в составе 266-й Артемовской стрелковой дивизии. Солдаты, которые сегодня нашли здесь последний покой, сложили свои головы в борьбе за освобождение Европы. И это очень важно, чтобы мы помнили о совершенном ими подвиге. Российские солдаты и военнослужащие Бундесфера. Вот уже пять лет они вместе ухаживают за воинскими захоронениями и в России, и в Германии. Этих молодых людей очень много объединяет. Та война покалечила семьи почти каждого. В 41-м у меня пропали без вести мои родственники. То есть, возможно, также какие-то поисковые отряды их уже нашли. Возможно, они остались безымянными. Но хотелось бы верить, что когда-то их найдут и удастся установить имена, узнать что-то о них. В конце 44-го погиб мой прадед. К счастью, остальные родственники не воевали. Тот ужас их не коснулся. Мы не часто разговариваем на эту тему. Поиски погибших красноармейцев в Германии продолжаются. За последние 20 лет удалось найти останки 889 солдат и офицеров. Все они теперь захоронены на воинском мемориальном кладбище в городе Лебус. Но пока это капля в море. В немецкой земле лежат десятки тысяч потерянных героев той далекой войны. Эту солдатскую флягу нас попросила показать немецкая сторона. Возможно, это поможет найти имя ее владельца. Известно, что он был военнопленным, работал в городе Оберсдорф, недалеко от Франкфурта на Одере. Что мы здесь видим? Инициалы ХНА, название города Иркутск, непонятный номер 172 и несколько дат. Вот с такими обрывочными сведениями чаще всего и приходится работать поисковикам. Но именно такие крохи информации помогают устанавливать личность. Красноармейцы Мелехова, например, опознали по истлевшим бумагам с фрагментом имени. И теперь внук и правнук счастливы, что могут поклониться могиле небезымянного солдата. И вам благой Кирилл Бутырин, Любовь Дмитриева, Первый канал, Германия.